На первоапрельском, внеочередном заседании регионального парламента, депутатам было не до смеха. Обсуждали на этот раз инициативу губернатора о внесении изменений в бюджет области. Проще говоря, на чем сэкономить в кризисный период. Изменения закона касаются уменьшения расходов по разным отраслям. Связано это с тем, что необходимо в соответствии с соглашением Министерства финансов Ивановской области сократить дефицит, который у нас в этом году в бюджете предусмотрен в размере 2,5 миллиардов рублей. Согласно новому закону, доходная часть областной казны будет увеличена на 418 миллионов рублей. Расходная уменьшится на 255 миллионов. Соответственно, уменьшится и дефицит бюджета более чем на 600 миллионов рублей. Мы видим прекрасно, что на сегодняшний день правительство подошло очень досконально к государственным программам и на сегодняшний день сняты те средства, которые не являются сегодня такими основными, основополагающими. Ну, говорить на сегодняшний день, вот сельское хозяйство, мы не затронули с вами ни литр молока, ни гектар пашни, мы затронули только сегодня лизинговые платежи. Мы считаем, вот со всеми комитетами, все комитеты дали положительное заключение, предлагаю поддержать данный законопроект. Коммунист Владимир Клёнов с мнением коллег по Думе не согласился и выступил с заявлением. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, сегодня страна отмечает День дурака, и у нас проходит внеочередное заседание Думы, на котором рассадан документ, с моей точки зрения, внесенный правительством Ивановской области, и по духу, и по букве, вполне соответствующий этому дню. Правительство Ивановской области так и не потрудилось разработать настоящий антикризисный план и презентовать его перед депутатами. Тот же план, о котором нам стало известно из открытых источников информации, не является таковым. Поэтому, наверное, сегодня нам и предлагается чисто по-бухгалтерски порезать большинство жизненно важных расходных статей якобы для формальной процедуры сокращения дефицита бюджета аж на 672 миллиона рублей. Коммунисты считают, что есть масса других статей расходов, на которых правительство могло бы сэкономить. Но по каким-то причинам эти сферы финансируются в прежних объемах. Год назад фракция КПРФ предлагала исключить из расходной части бюджета траты на туризм в Плёсе, траты на строительство дорогостоящих спортивных комплексов с бассейнами и саунов вдали от городов, якобы для развития массового спорта. Также мы предлагали не тратить деньги на оплату билетов в Ивановском аэропорту, который вот уже второе десятилетие, впрочем, как и плюс, не приносит ни одной копейки прибыли в областную казну. В этом зале в присутствии губернатора я просил прекратить ярмарку тщеславия с приобретением дорогостоящих премиум-класс автомобилей для правительства Ивановской области, для облдумы, избирательной комиссии, а также для администрации Иваново, Привозка и других городов. Несмотря на одинокий протест депутата Клёнова, парламентское большинство проголосовало за принятие закона. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.